Юлия Климова. Здравствуйте, я ваша Золушка, любимой маме. Андрей Юрьевич Белозерцев сделал большой глоток минералки, точным движением отправил пластиковый стаканчик в мусорную корзину, заерошил русые волосы и, постукивая колпачком ручки по столу, методично произнес. Марина, ничего не поделаешь, менять придется очень многое. Мы скатились на последние строчки рейтингов и бездействовать в данном случае попросту не имеем права. Грядут перемены. Он придвинул к себе пухлую кожаную папку и вынул из нее исписанные размашистым почерком листы бумаги. Основная работа ляжет на ваши плечи. Здесь я подробно изложил план дальнейших действий и пометил пункты, которые требуют особого контроля. Обратите внимание на пункт под номером 5. Нести за него ответственность будете именно вы. Андрей Юрьевич протянул лист Марине, откатил назад кресло и встал. Да, подумал он, закладывая руки за спину. В жизни нашего журнала начинается новый этап. Успешный, хотя горе она всю синим пламенем. В те недалекие времена, когда владельцем журнала Артель был умный и вечно занятой Кирилл Григорьевич Фокин, проблем практически не возникало. Устойчивый спрос читателей, толковая реклама, хорошие показатели успеха, никаких случайных сотрудников и четкий, годами выработанный стиль. Белозерцев, являясь главным редактором, с удовольствием засиживался в кабинете до глубокой ночи. И с не меньшим удовольствием просыпался в семь утра, приводил себя в порядок и отправлялся на работу. Но судьба была немилосердна к Фокину, и в возрасте 53 лет он скоропостижно скончался от болезни сердца. Его супруга, погоревав, решила лично заняться журналом и, отменив ранее принятую политику невмешательства в дела главного редактора, бросилась штурмовать неведомые вершины. Поначалу Белозерцев молчал, входя в скорбное положение вдовы, но затем терпение истякло, и он настоял на серьезном разговоре. Госпожа Фокина покивала, согласилась немного попридержать коней и практически тут же потребовала изменить три полосы на другие, более интересные, на ее взгляд. Белозерцев старался быть объективным и признавал, что некоторые идеи Фокины заслуживают одобрения. Но нельзя же обрушивать, наверное, в читателя столько новшеств сразу. И совершенно ни к чему делать из информационно-развлекательного журнала исключительно развлекательной. Спрос постепенно пойдет на спад. И на завоевание новой аудитории уйдут долгие месяцы. И это при том, что конкурентов пруд пруде. Андрей Юрьевич даже подумывал уволиться. Но в последний момент всегда рвал заявление об уходе на мелкие кусочки и тяжело вздыхал. Во-первых, артель его детище. Сколько он здесь проработал? Пятнадцать лет. Во-вторых, бросать увлеченную госпожу Фокину как-то не по-мужски. Да и есть еще надежда, что она перебесится. В-третьих, не хочется в сорок лет начинать все заново. Один раз в неделю он благословляет номер в печать, идет в свой любимый ресторанчик, заказывает пиво, форель и чувствует себя прекрасно. Вообще-то так было раньше. Сейчас пиво и форель остались, а вот привычного удовлетворения нет. Через пять месяцев вдова действительно стала признавать свои ошибки. Но уволившихся сотрудников не вернешь, разочарованных читателей тоже. Да и новый курс уже проложен, и вновь все перечеркивать рискованно. Оставалось только одно – плюнуть на старые обиды, встретиться и хорошенько подумать. Два дня они исправно думали и пришли к компромиссу. Было решено. А. Ввести один новый проект, который в силу актуальности и интересности привлечет и удержит читателей. Б. Постепенно вернуть старые рубрики и прекратить разброты шатания как на рабочих местах, так и на страницах журналах. Вдова также клятвенно пообещала, что больше давить не станет. Займет место наблюдателя и только в самых крайних случаях бла-бла-бла будет настойчиво стучаться в дверь. В эти заверения Белозерцев не поверен. Рано или поздно госпожа Фокина от скуки и несметного количества идей, размножающихся в ее голове со скоростью три штуки в день, вновь ворвется в его кабинет и потребует заменить одно на другое. Но пока полгода у него есть, а после... Ну что ж, он готов работать дятлом, готов 24 часа в сутки прокладывать путь к разуму госпожи Фокиной. Практика показывает, достучаться можно. Номер пять. Марина с интересом пробежалась взглядом по строчкам и замерла, читая обведенный зеленым маркером текст. Но... Протянула она, медленно поднимая голову. Андрей Юрьевич, вы это серьезно? Никаких, но... строго сказал Белозерцев и категорично хлопнул ладонью по столу. Приступайте. Глава первая. Самая обыкновенная золушка. Владимирская область. Последние четыре месяца Сашенька Аксенова пребывала на вершине счастья. Даже ворчание вечно недовольной тетки и мелкие пакости двоюродной сестрицы не могли омрачить этого необыкновенно волшебного состояния души. «У нее есть Пашка!» «Пашка!» Иногда хотелось задрать голову к небу и закричать изо всех сил «У меня есть Пашка!» И чтобы обязательно в ответ раздалось эхо. Звонкое и протяжное. Ей двадцать два года, а ему двадцать восемь. Ощути моя разница. Будто он такой взрослый-взрослый. Знает ответ на любой вопрос. И любит Сашеньку. Ну, конечно же, любит. Такое всегда чувствуется. А она вечная мечтательница и доверчивая натура. И на свой возраст, если честно, не тянет. Рост метр шестьдесят. Волосы темно-русые до плеч и вьются. На щеках детский румянец, да и выражение лица детское. Тут и ямочки к месту пришлись, и чуть пухлые губы, и курносый нос, и брови черточки. Вот глаза могли нарушить первые впечатления. Глубокие и выразительные. Но это если вглядываться. Если тонуть в этих глазах. «Саш, может, нафиг кино? Пойдем ко мне, а?» Прошептал Пашка в ухо, когда до окошка кассы осталось приблизительно метр. «Не знаю». Девушка пожала плечами и покосилась в его сторону. По спине побежали колючие мурашки. Сашенька уже давно собиралась совершить с Пашкой это самое. И мысленно на каждый такой вопрос всегда отвечала «да». Но затем привычно трусила и отчаянно мотала головой. Он же не лез с уговорами, терпеливо ждал пару-тройку дней и опять делал попытку к сближению. Но согласия так и не получал. Сашенька сама не понимала, почему тянет. Роднее дороже Пашки у нее никого не было и не будет, и не надо. Но первый раз всегда страшно, момент какой-то неподходящий, трусы в горошек. Вдруг его родители вернутся из командировки на полгода раньше. Вдруг, вдруг, вдруг. Фразы в голове начинали стремительно кружиться и отговорки наслаивались одна на другую. Просто еще не время. Обычно уговаривала она себя, надеясь, что очень скоро проблема отпадет сама собой. Раз и как в сказке. Сердце заволнуется, забьется, из губ сорвутся совсем другие слова. Ну ладно, пойдем к тебе, кивнула Сашенька краснее. Только я ненадолго, а то тетка ругаться будет. Последнюю фразу она добавила просто так, чтобы скрыть противное смущение и собраться с мыслями. Она согласилась, что ли? Взяла и согласилась? Вот и хорошо. Вот и замечательно. Пашка-то давно намекает. И правильно делает. Сколько можно по кафешкам, да по кинотеатрам ходить? Пора начинать новую жизнь, совсем уже взрослую. Сашенька улыбнулась и кивнула еще раз. А ведь они могли и не встретиться. Разминулись бы в этом огромном мире. Не налетела бы она четыре месяца назад на Пашку в магазине. Не рассыпала бы на затертый пол яблоки апельсины и лимоны. И все. Кошмар. И чего ты свою тетку боишься? Фыркнул Пашка, сжимая руку Сашеньки. Половина дома принадлежит тебе. И селить кого попало на твои квадратные метра, она не имеет права. Факт? Факт. К тому же ты совершеннолетняя и от нее никак не зависишь. Пусть дочери своей нотации читает. Я ее не боюсь, сморщила нос Сашенька. У меня родственников больше нет, только Галина Аркадьевна и Светка. Ну зачем я буду отношения с ними портить? И вообще, мы же договаривались на эту тему не разговаривать. Извини, не удержался. Мороженого хочешь? Ага. Сейчас целый килограмм куплю. Пашка жил в центре города в двухкомнатной квартире. Пользуясь тем, что родители пребывают в длительной командировке, он частично передвинул мебель.